Солдаты Полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса. Здравствуйте! Сегодня наша очередная субботняя встреча. И сегодня она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Не будет большим преувеличением, что каждая советская семья была затронута этой войной. И все мы помним тот подвиг, который совершили наши деды, освобождая земли Советского Союза от немецких захватчиков. Как бы высокопарно это ни звучало, но очень больно, что сейчас молодое поколение забывает об этом. И есть попытки переписать историю и уменьшить значимость советских войск в освобождении от этого действительно фашистского игоря. Сказать, конечно, это очень литературный слов, но это действительно было бы таким образом. И очень много белых пятен в нашей истории, в истории Казахстана и, как выясняется, в истории Великой Отечественной войны. Мало, вернее, есть события, о которых не так широко известно публике. Поэтому сегодня мы бы хотели рассказать немного о тех вехах войны, о которых не так много известно. И сегодня я бы хотела рассказать об истории вот этого действительно героического человека, мужественного, достойного сына казахского народа, Габдулин Сейлхан Кабдалаевич. Это его книга, написанная с его слов, с помощью его сына Хайрушева Хажмукана Сейлхановича, издана. И рассказывает об истории, о его истории в войне, как он воевал. Есть рассказы действительно очевидцев о том, как он воевал в финской войне, за тем, как он попал в плен, выжил в плену в концлагере Бухенвальд, был направлен на работы. Настолько не хватало мощи немецкой экономики, что использовалась и такая рабочая сила, дармовая, как узники концлагерей. И он был направлен в числе остальных узников концлагеря на работу на территорию Бельгии. Откуда с помощью местных жителей совершил побег вместе со своим земляком и затем уже продолжил воевать в составе партизанского отряда за родину под командованием Дядькина. Об этом имеется книга, опубликованная в 70-х годах о партизанском движении, но, к сожалению, не указываются имена нашего героя Габдулина Сиилхана и других казахов, принимавших участие в этом освободительном движении. Поэтому сейчас я бы хотела рассказать вот об этой книге. По мотивам этой книги есть фильм, который называется «Узник Бухенвальда». И в этом году, к 70-летию Победы, с 7 по 11 мая, в таких городах, как Уральск, Актау, Атарал и Кокчетаб, был показан, включен в репертуар кинотеатров этот фильм, где можно увидеть всю сложную судьбу простого казахского солдата, который не сломался под бременем немецкого плена, сложной борьбы в партизанском отряде, выжил. И, вернувшись на родину, столкнулся с тем, что все те, кто прошли плен, были приравнены к предателям и долгое время до обретения независимости Казахстаном находился еще под гнетом органов национальной безопасности, о чем тоже живописно очень описывается в этой книге. И только с обретением независимости, написав письмо лично президенту Мусульману Зарбаеву, он получил ответ, что никто больше не вправе тревожить его и расспросами, допросами на тему Великой Отечественной войны, где он был, чем занимался, и преследовать его на этой почве. Хочу посоветовать всем прочесть эту книгу, потому что действительно погружаешься в этот мир. Она написана настолько легко, читается буквально, запой ее можно прочитать за один-два дня. Но поражаешься вот этой вот стойкости человека. Насколько человек может выдержать? Что дает эту стойкость? Это, конечно же, вера и, конечно же, здоровье. Здесь описывается о том, что благодаря своему хорошему, крепкому здоровью Силхан Ага смог выдержать весь этот гнет плена. А также потрясающе рассказывается о том, что есть связь времен, непрекращаемая связь времен, которая связывает прошлое и будущее. И в этой книге Силхан Ага выражает благодарность своим предкам за то, что они были всегда рядом с ним. Конечно, это кем-то может рассматриваться как мистика, но очень ярко приведены примеры в его жизни, когда действительно его жизнь висела на волоске, и именно он связывается с помощью предков, которые пришли ему на выручку, помогли, дали знак, показали верную дорогу, и с этой помощью он смог встретиться с партизанами и затем продолжить свою борьбу. Дедушка Силхан лежит в областной больнице. Хотя ему и исполнилось 90 лет, он здоров и набирается сил, чтобы поехать в Астану на Парад Победы, посвященный 65-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Когда началась Вторая мировая война, дед Силхан был щупленьким мальчишкой 18 лет. Приказом военного комиссариата 12 декабря 1939 года от Ираусский призывник был направлен в 4-ю роту 117-го стрелкового полка. «Боевой настрой наших войск, мы уничтожим вас в течение месяца», финны быстро охладили. Пять месяцев спустя, 12 марта 1940 года, было подписано двустороннее мирное соглашение. «Сколько погибших осталось лежать в финских лесах? Что такое война, каковы ее тяготы и как убивать таких же молодых людей, как он, понял Силхан на этой войне». После ее окончания для продолжения службы полк Силхана пешим ходом был отправлен в Латвию. Войска пересекли границу и вошли в Латвию, позже в Литву. Однажды, увидев полчища немецких танков и цепи немецких солдат, которые следовали за танками, солдаты поняли – началась война. Имея в арсенале винтовки с ограниченным количеством патронов, практически без оружия, однополчане ожесточенно сражались против бронированных железных махин. Это было равносильно тому, если бы они шли на танки с камнями. Но, тем не менее, они боролись. После ожесточенных сражений, теряя своих товарищей, полк начал отступление. Во время недолгого затишья хоронили своих товарищей. Отступая, уперлись в реку. Были взорваны три моста. С противоположной стороны реки советские солдаты были обстреляны литовскими пулеметами. Литовские нацисты объединились с фашистами. Положение оставшихся в живых солдат осложнилось. Командир приказал Силхану уничтожить литовскую пулеметную точку, которая засела в одном из домов напротив. Прекрасно плавая, Силхан мигом переплыл реку и уничтожил вражеского пулеметчика. Немецкая армия обстреливала их из танков, мессершмитты бомбили с воздуха. Рядели ряды однополчан. Когда закончились все патроны, командир приказал прекратить сопротивление и сдаться. Так Силхан Габдулин попадает в плен. Их отправляют в Каунас и каждому присваивают номер. На шею Силхану вешают табличку с номером 50-68-05. «Переходите на сторону немецкой армии! Улучшим ваше положение!» – уговаривают пленных. Несмотря на то, что многие умирали с голоду, никто не согласился. Пленных загрузили, как скот, в вагоны и отправили в Германию. Таким образом, Силхан попал в Веймар, в концлагерь Бухенвальд. Измученные, исхудавшие, потерявшие человеческий облик пленные гибли, как мухи. Из труб крематория, который был построен в центре концлагеря, каждый день поднимался густой черный дым. Трупы умерших скидывали в огромные ямы. Пленников с крепким здоровьем из Бухенвальда отправили на работы в концлагерь Цварберг, на угольные шахты Бельгии. Среди них оказались два казаха – Силхан Габдулин и Мадьяр Байжанов. Силхан Габдулин, Мадьяр Байжанов в табарет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А если умереть, то свободным и на родной земле Вот бы выйти к партизанам Именно в партизанском отряде Силхан Ата узнал, что такое героическая борьба Как он присоединился к танкистам США и участвовал в изгнании немцев из Бельгии, это уже другая история Да и война заканчивалась У бывших пленных партизан возникли проблемы Как вернуться на родину? Все знали о приказе Сталина от 1941 года Что каждый попавший в плен считается предателем родины Командиры отрядов не заставляли нас, а предлагали решать самим, как поступать Силхан решил, что он во что бы то ни стало вернется на родину Издалека он увидел Мадьяра, который подал ему знак молчать Он улучил момент и вручил в руки Мадьяра свою фотографию И пошел дальше Как только Силхан вернулся на родину, сразу попал под пристальное внимание КГБ Несмотря на характеристики, выданные командиром отряда Справки бельгийских партизан, которые он сохранил и привез Его заклеймят предателем родины Но сохранят медали, характеристики и отзывы командира партизанского отряда за родину Фотографии однополчан С этих пор для него еда стала ядом, вода отравой Не забывайте гротные года Когда кипела Волжская вода Земля там была в ярости огня И не было ни ночи, ни дня Сражались мы у Волжских берегов На Волгу шли дивизии врагов Но выстоял великий наш солдат Но выстоял бессмертный Сталинград Волгу шли дивизии врагов Волгу шли дивизии врагов Нахар Ты кто? Я Силхан. Ты кто, я тебя спрашиваю? Кабдулин я. Ты предатель, шпион. Кого из американских солдат ты знаешь? Где фотографировались на этом фото? Кто эти негры? Мадьяр, чей шпион? Мадьяр не шпион. Я Мадьяра с концлагеря не видел. Если не видел, как твоя фотография попала в его руки. В Бельгии в партизанском отряде были. Значит, среди партизан были шпионы. Партизаны мои друзья, однополчане. Они не продают своих. В чем моя вина? За что? Воевал, убежал из плена. Ради этого, что ли? Фашистов бил. За такую, что ли, свободу? Глаза, глаза. Что с ними случилось? Мои глаза не видят. Из концлагеря вернулся живым, невредимым. Сейлхан не может забыть своего друга Мадьяра из Франции. Мадьяр был на 5-6 лет старше его. В концлагере он был опорой и делился последним куском хлеба. В 1992 году Сейлхан смотрел по телевизору передачу о встрече казахстанской делегации с казахами, проживающими во Франции. Один человек, опустив голову, не разрешая снимать спереди так, что в кадре были его голова и шея, подошел к журналистам с фотографией в руках и на французском языке сказал «Я Мишель из Казахстана». Сейлхан в волнении вскочил со своего места и взволнованно стал повторять «Это не Мишель, это Мадьяр! Это не Мишель, это Мадьяр!» Этого не показывали по телевизору. Но позже мы узнали, что Мадьяр подошел к переводчице, показал фотографию и сказал «Вот фотография Сейлхана Габдулина. Он из города Гурьев. Если он жив-здоров, то я хотел бы приехать в Казахстан навестить его». Он хотел приехать в Казахстан, но, во-первых, страшно боялся, а, во-вторых, ведь о том, что он сбежал из концлагеря, знал только мой отец. Тем более он ничего не знал о Дядькине, как он там в России. Вообще он ничего не знал. Жил себе в Париже. Позже он узнал, что в 1993 году, благодаря усилиям Калдарбека Найманбаева, на тот момент первого секретаря Союза писателей Казахстана, через 49 лет в Алма-Ате была организована встреча Мадьяра Байжанова и отца. После встречи Мадьяр Байжанов встретится с родственниками. В 1995 году Силхан с детьми и внуками выезжает во Францию. В 5 часов утра на границе Германии с Бельгией на автозаправке автобус останавливается. Даже по прошествии 50 лет он узнает деревья, которые укрыли его во время побега, места, где он воевал. Только дверь открылась, как мой отец выскакивает из автобуса и аж спотыкаясь ложится на землю. Я испугался. Что с тобой, отец? Моя дочь, сын, все вскочили. Что там случилось? Это Бельгия, говорит он. А я отвечаю, нет, мы еще на границе. Мы из страны еще не выехали. Это Германия. Спроси у людей. Я спросил. Мне ответили, что это Бельгия. Смотрю, отец мой стоит среди деревьев, а рядом мои дети, внуки, все, и поглаживает деревья. Я подошел, он и говорит, милые мои, ведь эти деревья спасли меня тогда. Так он и стоял, поглаживая деревья. Мадьяр, Мадьяр, где ты? Неужели остались живы? Теперь вернемся на родину. Ты, друг мой верный. Вперед, Мадьяр, Мадьяр, где ты? Может, к партизанам удастся выйти. Вот если мы выберемся. Вот так в центре Парижа встретились три казаха. Три тяжелые судьбы. Первый казах – изгнанник сталинского режима, осевший в Париже, Мадьяр. Второй казах – во время коллективизации, избежавший от советской власти, турецкий подданный, Мамед. Третий казах – изменник родины, узник сталинского режима, оставшийся на своей родине наш Сейлхан Габдулин. Трое говорят на разных языках, трое не понимают друг друга. Три казаха, три тяжелые, разные судьбы. Мадьяр, Мишель, совсем позабыл свой родной язык. Сейлханата передает ему горсть родной земли в платочке и наказывает другу. Если будет на то воля Бога и сомкнешь ты глаза свои, пусть сын твой посыплет эту землю на твою могилу. Вскоре Мадьяр умирает. Обо всех своих мыторствах написал я письмо Назарбаеву. Ответ главы государства не заставил себя ждать. Пришло письмо с правительственным приказом о прекращении преследований в отношении прославленного партизана Сейлхана Габдулина. Так в одно мгновение старый партизан освободился от гонений, которые преследовали его 47 лет. С 18-летнего возраста и на протяжении 50 лет солдат Сейлхан Габдулин жил тяжелой жизнью, полный испытанием, видел и плен, и унижение. На родной земле видел только гонения, но не потерял своей совести, не сломался и сохранил в душе то прекрасное, что тоже было в его жизни. Видел, как его народ получил независимость. У него шестеро детей, 30 внуков и правнуков. Дедушка, что это такое? Это череп солдата, погибшего на войне. А что такое война? Война – это великое испытание, жеребеночек мой. Ребенок становится сиротой, жена вдовой, земля охвачена огнем пожаров, города лежат в руинах, судьбы растоптаны. Война покажет, кто есть кто, заставит осознать святость родной земли. Мы, видевшие войну, желаем вам мира. Мы, как никто другой, понимаем, что быть у своего очага, со своей семьей, детьми – это главное богатство в жизни. Пусть Бог убережет вас от войны. Пусть то, что мы испытали, навсегда останется с нами. Это говорит о том, что наше прошлое и будущее неразрывно связаны. Нам нужно помнить о подвигах наших предков. Несмотря ни на что, несмотря на то, что меняется мир вокруг нас, мы должны помнить о том, что годы, столетия назад эти люди, они воевали за родину, они воевали ради нас, ради будущего, ради того, чтобы мы сейчас жили в этом комфорте, ради того, чтобы мы наслаждались сейчас этой свободой. И огромная благодарность тем, кто проводит эту работу непрерывно, поисковую работу, работу о том, чтобы сохранить эту память, издаёт эти книги, снимает фильмы, рассказывает об этих. Действительно, это великие люди, это действительно великая победа. И я хочу всем пожелать помнить об этом всегда и передавать эту информацию дальше, из уст в уста, чтобы эта цепочка не прерывалась, чтобы мы были достойны памяти этих людей, чтобы мы были достойны того, что они отдали свои жизни ради наших жизней. И, конечно же, очень много мы ещё не знаем или же мы не интересуемся той информацией, которая уже есть на сегодняшний день и на просторах интернета, и в книгах. Поэтому очень бы хотелось рекомендовать найти книги по Великой Отечественной войне, прочесть их, посмотреть фильмы, не забывать об этом и передавать дальше. Очень много информации, конечно, об основных, ключевых битвах Великой Отечественной войны, но есть и такие, о которых мы не так много знаем. И тем более мы не знаем о том, сколько принимало участие в них наших земляков, казахстанцев. Вот одна из таких, это, я считаю, война в Финляндии, о которой также говорится в этой книге, война среди партизан, партизанское движение, участие в партизанском движении, и война с Японией. Я бы хотела попросить рассказать об этой войне, о том, что мы знаем об этой войне. И, Оскар, я хотела бы вас попросить, чтобы вы рассказали, тоже вот немножко поддержали, подхватили эту тему, да? Вот последние месяцы очень актуальная тема будоражит общественное сознание, вообще мировое общественное сознание. Это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Попытки там переписать историю, ну, в угоду каких-то политических там интересов. Я сегодня просто хотел присоединиться к всемирной акции «Бессмертный полк». Я недавно смотрел передачу о этом событии «Бессмертный полк». 12 миллионов людей по приблизительным подсчетам вышло на эту акцию во всех странах мира. Не только Россия, но и наши республики, СНГ, за рубежом, Германии, везде. Ну, я так думаю, что эта акция не царский какой-то указ. И людей палками не загоняли. Это, что называется, инициатива «Снизу», то есть веление души. Отдать дань памяти нашим предкам, которые отстаивали свободу, независимость нашей Родины. Каждая семья принимала участие, коснулась каждой семьи Советского Союза, в том числе и каждой семьи нашего Казахстана. В нашей семье получилось так, что мой дед, Хамутпаев Газис, вот он, его портрет, 25-летним парнем ушел на фронт. Ну, интересно вообще произошло, это его родной братишка, Хамутпаев Калихан. Они, когда его призвали на фронт, военкомат, вместе с ним прибыл братишка. Ему было 16 лет. Он сказал, я потерял документы, мне 18, я хочу на фронт вместе со своим братом. Ну, он был похож на 18, потому что у него рост метр 80. И спасибо военкому, он, видимо, решил сохранить хоть одного брата в живых, если моего деда отправили на Сталинградскую битву, его отправили на Дальний Восток. Вот. Значит, он воевал с японцами, был награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу, вот, и после войны остался служить на погран-заставе, поэтому у него вот форма, ну, это старая фотография, он закончил службу старшим прапорщиком, был заместителем командира заставы, ну, как поэтому старшина заставы, вот, его потомки, мои двоюродные, троюродные братья, проживают сейчас в Владивостоке, на Сахалине, вот, дедушка мой начал войну под Сталинградом, вот, имеет медаль за оборону Сталинграда, был артиллеристом, зенитчиком, много разных историй рассказывал, прошел всю войну, я хотел бы еще отметить, что мой дед в составе 4-го Украинского фронта участвовал в освобождении Украины, и то, что сейчас происходит на Украине, как бы, не совсем, нравится, на Украине он был ранен, то есть, получается, он проливал кровь на Украине, освобождая ее от фашистов, закончил войну мой дед в Праге, после 9-го мая, еще до 15-го мая шли бои, он участвовал в этих боях, есть медаль за освобождение Праги, вот, вернулся домой, и работал в животноводстве, вот, как настоящий казах, бригадиром животноводческой бригады, вот, еще я хотел сказать про интерес, интересный случай, который случился, вот, когда мы искали моего деда по материнской линии, то есть, маминого отца, он тоже был призван на войну из Омской области, Азовский район, и весной 44-го пришло сообщение, что он пропал без вести. 52 года, после, с этого момента, 52 года, он числился пропавшим без вести. Те фотографии и, ну, письма, которые были при этих переездах, были, ну, утрачены, как бы, ничего не оставалось, и вот, как бы, случилось чудо, через 52 года российские поисковики в лесах под Новгородом нашли останки, и по капсуле, по записям, через архив, вот этот самый, обнаружили, что ее мамин отец, мой дед, Жакупов Сыздык, это останки были этого деда, вот, и большая радость была, конечно, для нашей семьи, что через 50-го года никто не забыт, ничто не забыто, мама с моим старшим сыном ездили туда, провели ритуал, обряд, братское захоронение, жестяная горка, вот, в лесах новгородских еще много, вот, не преданных земле, костей, и, вот, огромное спасибо, благодарность российским поисковикам, что они, как бы, очень большую работу проводят, вот, еще хотел я отметить, как бы, что мой старший сын, Алмаз, он закончил Санкт-Петербургскую Академию Государственной Службы при президенте России, и остался жить, он живет в Санкт-Петербурге, недалеко от этого, ну, как бы, захоронения, возле своего деда, вот, работает в Ленинградском, Санкт-Петербургском морском порту, и получается, вот, я смеюсь, говорю своим друзьям, родственникам, говорю, казахи, говорю, у нас, вот, сын западные морские врата, вот, охраняет, потомки моего двоюродного деда, охраняет восточные морские врата, вот, как бы, в надежных руках, да, вот, и вот действительно получается так, я вот слышу в последнее время, ну, кому-то, вот, не нравится прошлое, как парапсихолог, я могу сказать, тот, кто недоволен своим прошлым, имеет большую вероятность к психическим, склонность к психическим заболеваниям, то есть, прошлое нужно принимать таким, какое оно есть, если есть чем гордиться, надо гордиться, если есть за что стыдно, надо это признавать, вот, и это вот как дерево без корней, если мы забываем прошлое, мы потом усыхаем, я вот заметил, что вот подвиги наших отцов, они перед дедов, они эти подвиги передают нам, нам сейчас нынешнему поколению дух победителя, дух победителя, чем бы мы ни занимались, мы во всех этих своих сферах с помощью этого духа победителя должны достигать успеха, достигать целей поставленных, и и вчера буквально я смотрел передачу, там один из координаторов российского движения «Бессмертный полк», простой парень, вот, он сказал очень хорошие слова, говорит, когда проходила эта акция, вот, я почувствовал, что наши предки передали нам, нынешнему поколению, ответственность, ответственность за то, что происходит в наших жизнях, в наших государствах, хочу поздравить всех оставшихся живых ветеранов, их потомков с этим замечательным светлым праздником и выразить благодарность всем тем, кто делает эту память вечной, достойной. И желаем мира во всем мире. 70 лет без войны и пусть еще будет 700 лет без войны, а там дальше посмотрим. нам мир нужен для того, чтобы мы творили что-то прекрасное, что-то хорошее, смотря на все эти конфликты, которые и рядом, и чуть дальше, ну, не до хорошей жизни этим людям, мы им сострадаем, желаем, чтобы быстрее возобладал разум, сострадание, милосердие над мелкими всякими дрязгами. Да, это точно. Скажите, вот, Аскар, а вы, наверное, я так понимаю, общались, да, с дедом? Он рассказывал. Конечно, да. Вот такая, вот у ветеранов, сколько вот встречались, в советское же время, постоянно были встречи с ветеранами, они так рассказывают, и для них это как будто это было вчера. Они все помнят настолько вот в деталях это все, это настолько важно для них, это настолько врезалось в память, да, на всю жизнь, что они вот, для них это реальнее, чем жизнь, в которой они живут вот на тот момент, да. Вот в этой книге вот тоже описывается о том, что когда уже закончилась война в 90-е годы, вот, герой этой книги, Сейлхан, он поехал в Париж, его по приглашению друга, того земляка, с которым они бежали и из плена, и он остался там после войны, он не вернулся назад, потому что он понимал, что ждут гонения его на родине, поэтому он остался там во Франции и преуспевающий бизнесмен, и вот он пригласил его, и когда они ехали, когда они ехали, значит, вот я хочу прочесть, тут зачитать, да, через некоторое время я получил от Мадьяра приглашение приехать с семьей в Париж, я поехал вместе со старшим сыном, невесткой и двумя внуками, поехали на поезде через Москву, Польшу, дальше на автобусе, вот проехали Польшу, Германию и въехали на территорию Бельгии, автобус остановился, я быстро сошел на землю, побежал в сторону леса, сел на колени, обнял дерево и заплакал, сколько раз они мне снились, эти прекрасные добрые деревья, сижу, плачу и причитаю, о боже, не предполагал, что вновь увижу вас, подошел Кожмурат и говорит, это старший сын, папа, мы еще находимся на территории Германии, нигде не было знака, что мы въехали в Бельгию, я ему отвечаю, сынок, мне не нужны никакие знаки, я знаю, где нахожусь, подойди сюда, обними это дерево, они спасли твоему отцу жизнь, Кожмурат подошел, обнял дерево, постоял немного, а затем пошел к заправщику, чтобы уточнить, где же мы все-таки находимся, ему ответили, что мы уже в Бельгии, вот так, спустя столько лет человек нашел это место без посторонней помощи и была такая возможность поблагодарить, поклониться этой земле, сказать спасибо за то, что он выжил на ней, это потрясающе, это читать без слез невозможно, и вся книга таким образом просто полита слезами, потому что действительно это такая вот поднимается благодарность в душе за то, что они здесь сделали, это не человеческий подвиг, это действительно, когда люди шли с винтовками против танков, это, это, конечно, ужасно, тут и описывается о том, что выдали винтовки и сказали, вперед, ребята, воевать, это, конечно, ужасно, да, и я надеюсь, что последующие поколения этот урок вынесут из всего того, что было, весь этот ужас, не дай бог, чтобы он повторился, и пусть никогда это не будет забыто. Действительно, нельзя сказать, выделить кого-то одного, какого-то героя, да, вот в этой войне или какую-то страну, это весь советский народ и все народы всех стран, которые находились под гнетом, которые были захвачены Германией, немецкими войсками нельзя говорить Германия, потому что это тоже неправильно и с каким, с каким достоинством они несут это покаяние, это достойно уважения, это достойно уважения, это их боль, это их боль, вот когда мы были в Германии, тема Великой Отечественной войны, конечно, старательно нами обходилась, но было видно, что они делают все, чтобы эту вину свою загладить, потому что они понимают, что они преемники тех, кто это совершил, соответственно, они без вины и суд это тоже ответственность, и как они это преподносят, и как они это переживают, это видно, да, и вот я надеюсь, что эти страсти вокруг ленточки, эти страсти вокруг того, кто главнее, они все-таки улягутся и возобладает действительно разум, и люди смогут правильно все оценить, вынести уроки и дальше с достоинством развивать жизнь, надо жить ради тех, кто не дожил, ради тех, кто пожертвовал ради нас своей жизнью. Я бы добавил бы, но открою возможно для вас ту сторону, про которую мы забыли, раз сейчас идет вечер памяти, упоминание Великой Отечественной войны, но сейчас в связи с этими событиями немножко забылась война афганистанская. Я бы хотел напомнить, потому что я являюсь инвалидом Советской Армии, у меня льготы были, я приравный как к ветерану Великой Отечественной и к инвалидам, потому что она существовала, есть ее в данный момент ее пытаются политики затереть, преподнести совсем другие неосвободительные функции этой войны, но в принципе она была, существовала, сейчас есть люди, которые и у нас в Казахстане и во всем в СНГ, кто принимал участие в этих боях. Я считаю, что про них тоже нельзя добывать, потому что раз присвоили такое приравненное, значит имелись определенные действия, которые государство оценивало в этом. Я считаю, что их тоже нельзя добывать, очень многие наши принимали участие, допустим, я как представитель Казахстана принимал участие в разработке, там как бы шест офицерский состав, потому что это была война уже не специфическая, допустим, для наших казахстанских у нас это же степи, равнины, у нас гор мало, мы как бы это, а там в основном вся была война, мы, ну, лично я принимал в разработке введение боевых действий таких, потому что когда началось, я как раз в 79-м, в 81-м служил, это практически сначала, когда они наших солдат расстреливали как пушечное мясо сверх и вскор, мы разработали тактику ведения войны, которая позволила побеждать и уменьшила количество людей, которые на наших погибали там, я считаю, ну, надо будет потом, попозже, так и затем и вернуться, чтобы просто не забывали, потому что память надо все время, потому что, смотрите, 70 лет прошло, сейчас всю историю, западные вообще перелернули, там непонятно во что превратили, чуть ли не в захватчиков нашего, бывшего Советского Союза, поэтому необходимо делать встречи, напоминать, рассказывать об этих всех вещах. Ну, о себе скажу так, в связи с тем, что вот вы рассказали про книгу, вы рассказали про своего деда, надо сказать, что наши люди очень героические, они не останавливаются на том, чего достигли, они добиваются большего. Но себе хочу сказать, невзирая на то, что я не должен был ходить, я сейчас хожу, и слава Богу, удачный бизнесмен, изобретатель, потому что нельзя просто так покориться судьбе, когда она тебя один раз ударила, надо преодолевать все вот эти, которые припомно наставят, и идти в гору. Одним вот из примеров, допустим, лично для меня был, это вот пригун Бук, этот, Бук, Сергей Бук, да, Сергей Бук, потому что у меня тоже ранение в ногу, и необходимо надо было, у меня 6 сантиметров костей не было, пуля вынесла, и для меня он был примером, как он так смог восстановиться и начать прыгать, но, в принципе, мне повезло в жизни, у меня, лечил меня доктор Матвеевский, Валерий Иванович, который проходил стажировку у Елизарова, того врача, который поставил на ноги, и Матвеевский меня поставил тоже на ноги, и я вот хожу, вот об этих вещах, я считаю, что нельзя забывать не только те, кто принимал участие, но и о тыле, те, кто поддерживал вот это все, без тыла, не бывает побед, если бы не было нашей огромной работы, те, кто проводил в тылу, будучи не прямо участвующие на боевых действиях, но они очень много совершали, большую, огромную работу, без которой победить, скорее всего, невозможно было. Ну, принятие. Абсолютно верно. Вот надо тоже про них организовать, найти, показать, потому что участники вот тыла, они же с малых лет, с 14-17 лет, они работали, как взрослые, норма была большая, обычно взрослого человека, и отсутствие достаточного питания, это же очень было тяжело, каждое утро вставать, голодный, работать, выполнять, точить снаряды, что-то там выращивать, надо о них тоже не забывать. Да, про Афган тоже, после же, когда вот Союз развалился, вот столько пакостей пошло там, там говорят, я тебя туда не посылал, там, ну, вот эти вот вещи, извините, политики, политика политикой, но это человеческие жизни и судьбы. Да, вот недавно прочла книгу афганского автора Халет Хосини, он рассказывает о жизни вот в Кабуле, это рассказ маленького мальчика, как они сбежали, как у них была жизнь до войны, как она у них была после войны, это, конечно, ужасно. То есть, должно вот меняться общественное, коллективное сознание. Любой вопрос нужно решать мирным путем, находить компромиссы. А вот это вот войнушки, драчки, это первобытное общинное строение. Конечно. Нет, я бы сказал по-другому про вот эту афганскую войну, это мы сейчас судим с нашего времени, а в тот период там все было совсем по-другому, поэтому здесь получается как? Все время противостояние двух сторон, Соединенные Штаты и Советский Союз. Советский Союз поставил ракеты на Кубе, а Соединенные Штаты не могут их отразить. тогда в ответ американцы входят в Афганистан, чтобы поставить ракеты, чтобы Советский Союз опять нагнуть. И поэтому в принципе в основном из этого и было кто кого. там же была как гонка, кто первый стреляет, тот и победит, а это вот эти все жертвы позволили чтобы Соединенные Штаты не совершили первый пуск. Тогда у нас всех давно бы не было. По идее мы сейчас считаем, что она ненужная война, пятое, десятое, а на самом деле если бы она не существовала, вот эти жертвы, которые мы потеряли, у нас уже бы не было, произошел бы ядерный взрыв и все и у нас бужет. История же повторяется сейчас что происходит. Украина в Евросоюз, потом НАТО, потом вот это вот Прибалти сейчас просят, чтобы войска НАТО разместили в Прибалтике. То есть там посчитали с Украины или с Прибалтики подлетное время вот этих современных ракет две минуты до Москвы, например. Знаешь, то есть опять это вот как бы политика, чтобы показать свое превосходство и что-то выторговать для себя там, да, вот эти вот вещи. Султан Лобишич пригласил китайского президента к нам, они обсудили вопросы. А наш президент, он является очень хорошим переговорщиком и он ведет далеко вперед. Он принял вот эти переговоры и объявили, что китайский президент едет в Москву наперекор всем западным, которые отказались ехать. Он едет и они заключают добрососедский тость. Становится а все время три державы Россия Соединенные Штаты и экономический победитель это Китай. Соединенные Штаты сколько их пытались привлечь к себе на сторону. Они все время особняком стояли. и в данный момент я считаю что Станович правильно все объяснил рассказал потому что как только Соединенные Штаты увидели что Китай не собирается воевать собирается дружить экономически со всем миром продолжать вот как он является лидером он принял участие в демонстрации и поэтому прошли там его войска показали силу то есть Америке просто показали что есть сила есть дружба допустим если мы являемся хорошим партнером с Россией то Китай очень экономический и поэтому им становится понятно что бороться против России как физически допустим это война это одно а Россия приобрела экономического сторонника то есть теперь экономика России и Китая становится больше чем экономика Америки и поэтому грубо говоря экономическими цифрами дали понять что не надо с нами воевать и плюс Россия показала то вооружение которое у них есть передовое которое еще Америка не доросла у них нету таких оружий и плюс вот это впервые же на это 70 лет на параде приняли участие не только российские но и союзные войска приняли на демонстрации это я считаю очень сильно и поэтому Соединенные Штаты пересмотрели все я считаю что теперь обострение вот этого которое нагнетали через Украину подводили все к третьей мировой войне я считаю что это все отпадет то есть скажем так будет сейчас шла же как холодная война нашла на подъем а подъем когда до пика доходит это уже настоящая война а теперь произошел излом вот это все теперь у нас пойдет затухание этой холодной войны и будет переходить на экономическое содружество а как вы думаете вот получается что все равно периодически люди будут воевать а вы знаете весь мир возьмите историю нету такого чтобы мир не воевал вот самую Александру Макетонскому или даже Чингисхана невозможно не воевать почему невозможно 21 век слава богу 21 век сейчас можно а тот весь период невозможно было вот здесь же как войну все время организовывают когда когда в стране идет экономический спад то есть нехватка денег это естественно нехватка питания все они просто напросто идут ближайшему соседу и начинают это все отбирать как бы вот из древних времен и в принципе все это в генах сидит когда начинается какая-то нестабильность ищут на кого напасть допустим просто сейчас если раньше воевали с крайними соседними с близкими вернее то тут с краешки рядышком то сейчас в связи с тем что у нас техника шагнула далеко вперед допустим те же Соединенные Штаты они у себя на территории не воюют они удаленно на самолетах летают на кораблях и до кого-то и до кого-то что-то то Ирак то Иран то Сирию вот и постоянно у них же как смотрите исторически если они начинают смотреть как только предкризис на кризис состояние они обязательно находят страну где начинают наводить демократию это вот опыт американский опыт учат что экономика у них цветет когда есть военные конфликты это вот перед Второй мировой у них там депрессия в экономике там все началась война поставляли сколько они там очень много ну в Советскому Союзу по ленту поставляли продовольствие технику все ну и естественно экономика это и они это хорошо усвоили думаю это значит вооружение там все вот когда первая иракская компания началась американская против Ирака первая компания 90-ми да компания Лохит получила заказ на 30 миллиардов долларов то есть там вот эти снаряды и ракеты тратятся и стратили да все новые надо сделать то есть а это большие вливают 30 миллиардов ну и естественно это ну как бы оживление рынков экономика и так далее то есть если экономика перейдет на новые формы и методы не зависящие вот от этих факторов что вот тогда и войны они не нужны могут поэтому может быть вот эти новые формы и родятся вот скоро будет Астанинский экономический форум там Нобелевские лауреаты приезжают люди-то как бы продвинутые вот новые формы какие-то страны их подхватят развития экономики и потом уже со временем по всему это уже потом станет вчерашний день богатеть за счет того что где-то кровь льется нужны снаряды там ракеты и так далее а для этого уровень сознания у людей должен расти и он вырастет эволюция такая штука если ты не соответствуешь сейчас в сторону вот я бы хотел добавить советских времен вот я вот помню как нам все время говорили вот смотрите Кита Мирен больше миллиарда китайцев очень сильная армия день-два там год-другой у них это нечего будет кушать и они пойдут войной на ближлежащих кто тут ближлежащий через границу пойдут захватывать потому что голод не тетка заставят работать да как бы захватить и тем не менее вот китайская политика мне чем понравилось то что находясь в очень трудном положении они нашли выход не военный выход а экономический и весь мир не заметил как Китай из сложного положения перерос в экономические лидеры то есть они нашли выход не военным путем поднять экономику своей страны и дать жить хорошо своим людям и поэтому сейчас мы уже 21 век и вы правильно говорите сейчас экономисты политики по идее должны найти выход то есть если найдут такое введение экономики чтобы избегать вот этих всяких различных дефолтов всех вещей тогда минимизируется риск начала войны а я думаю к этому идет потому что идет процесс глобализации все начинают объединяться смотрите даже у нас Евразес Вьетнам кончит хотя он с нами не граничит правильно это говорит о чем о том что расстояние уже перестает существовать и поэтому вот эти наши политики экономисты не найдут выход как то есть не тратить деньги массовые деньги на изготовление вооружения а во что-то другое перейти просто какой-то период нужен по переформированию сознания людей что война не является основным источником доходов допустим в Америке сейчас это сидит и как только вот это все произойдет то начнут искать выход другой а примером показателя являются китайцы они торгуют со всем миром хотя у них очень сильная армия они бы могли воевать и очень круче чем Соединенные Штаты воюют но тем не менее они пошли именно по экономическому развитию они собой показывают пример мне кажется что так оно и будет так и должно быть да так и должно быть ну вот вся история Казахстана если вот так не подходить более скрупулезно далеко зайти и более внимательно получается что казахи все время принимают во всех острых существующих мировой политики воинах везде принимают участие но все время очень скромно очень тихо и они как бы являются они производят вот эти все вещи которые приводят к к победе грубо говоря да но их героизм не видно вот это и заключается в наших генах сидит когда мы выполняем и остаемся невидимыми героями доказываем делами да ну это вот истинная скромность которая является высшим достоинством абсолютно верно да национально замечательно не болеть там этим палеотритом когда пальцы там кручат да вот это палеотрит называть истинная скромность украшает украшает да человека и сознание его выше становится и мудрость появляется проявляется я видел святую в это верю мудрость нашего народа на параде обратили внимание нет как сидели путин справа сидел этот президент Китая а сидел потом нет сидел потом военный военный да участник военной и потом мудрость то есть он выполнил свою миссию и скромно уступил место какому-то ветерану войны ой здорово вот это вот последнее помните нашумела фотография в этом ватрауто что не держали зонт ветеран это конечно ужасно и вот кто-то из в фейсбуке кто-то сделал пост о том что когда приезжал папа римский и президент встречал его и во время речи у папы римского упал листок с речью значит с текстом и мудрость сам подбежал поднял и попадал то есть он не ждал когда это сделают помощник то есть вот это есть то воспитание то уважение к возрасту к человеку к личности будем надеяться что сознание победит вырастет сознание общее сознание и войны это будут только в истории и только в теории как бы рассматривать но не для того чтобы продолжать я бы хотел добавить о том что невзирая на ранги вот ваш случай который вы рассказываете человек остается человеком вот этот будучи президентом он не ждал пока он просто являетесь будучи президентом по должности и оставаясь человеком он показал человеколюбие поднял вот эти листы это является ярким примером вот как раз в действии то что говорил Абайкун Анбая Атам Бала Сугол Май Атам Бала Сугол и хочу сказать спасибо Оскар вам Нурмагомбет за то что вы пришли за то что мы так побеседовали надеюсь что это будет интересно это я это воспринимаю как дань памяти этих людей и у меня вот лично мой дедушка был на войне но к сожалению нет информации о том где воевал как воевал не сохранились письма и он очень рано ушел из-за тех ранений которые он получил вот и бабушка была приравнена была ветераном тыла получала конечно уже потом много внимания но действительно понимаешь насколько это все тяжело давалось и когда это все перед твоими глазами когда это те живые люди с которыми ты сталкиваешься каждый день это живая история рядом поэтому я хочу нам всем пожелать ценить эту живую историю которую еще пока рядом с нами есть и и сохранить ее достойно передать последующим поколениям мне кажется порой что солдаты скрывал не пришедшие не в землю нашу полегли когда-то а превратились в белых журавлей они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса летят и подают нам голоса подают нам голоса и